I have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки Инскрипшн. Я для себя решил, что я еще одну серию запишу, прям как оно есть. Если в этот раз я тоже не разберусь, я буду проигрывать и все будет плохо, а я, наверное, не знаю, у меня есть два варианта. Или после второй серии закончить, если я не разберусь, или же пойти немножко посмотреть гайды. Короче, давайте посмотрим, как пойдет эта серия, а потом уже будем делать некие выводы. История предшественника нет. Я это знаю, я это проходил. Так, стартовая колода. Жаба, горностай, который выглядит, которым очень плохо. И волк. Ну, хорошо. Я могу вставать, ходить и смотреть на сейф, да? Мне нужна комбинация. Мне об этом говорил горностай. 1236. Вряд ли тут есть 12. 3, 2, 0, 1. Нет, тут 4 цифры. Он мне рассказ... Это я себе два зуба только что добавил. С помощью этой штуки. Ключик нужен. Больше ничего нет. Мощный прыжок. Ладно. Мощный прыжок. Энциклопедия. Я понял. Ладно. Давайте еще поиграем. Не могу выбрать конкретного зверя. Должен выбрать семейство. Почтенный альфа-самец. Его отвага подбодрит всех, кто стоит рядом с ним. Четыре кости. Случайно выбранные... Случайно выбранные карты семейства псовые. Я вообще просто посмотреть хотел, а я случайно выбрал. Хотел кого-то другого. Видимо, я провтыкал. Хорошо. Будем надеяться. За дубу вышла старушка. Сорян, ребят, за голос. Немножечко болею. Голос простуженный. Но в серии это делать надо. Так само же игра интересная. Она аккуратно разложила свои искусственные поделки. И указала на них коротким жестом. Выбирай. Детеныш. Карт с этим символом перевоплотится в взрослый ослабь после первого хода. Много жизни, карт с этим символом. Выживает после... А, принесения в жертву, кстати. Как кошка, да? И полет. Атакует противника, даже если... На против него есть препятствие. Я бы вот это взял, потому что у меня кошки нету. Подношение решится. Но без второй части тотем бесполезен. Ты чувствуешь, что скорее скоро вновь с ней встретишься. Ну, у него все будут летучие, да? Ты открывал справочник? Ты знаешь, о чем я? У него информация. Про все эти символы. Ну, знаешь, символы, как на картах. Ну, я вроде открывал справочник, да. Мощный прыжок. Это, кажется, этим символом блокирует атаки существ с символом летунов. Но я не могу ее... Ясно, не приносить жертву ничего. Белку сюда. Сюда не стоило. Спасибо, чувак. Спасибо. Я оценил. У жабы сколько урона? Один. Мне, в принципе, хватит от этого койота замочить. Опассума у нас две стоят, да? У него урон один. Мы, в принципе, можем... Я взял уже, хорошо. Минуточку, а он же его ударил, не? Альфа. Четыре кости стоит. Я взял уже, хорошо. Возьму еще одну карту. Обычный волк. Мне нужна еще одна... Волка три урона, да? Хорошо. Хорошо. Лось, ворон или насекомое. Я ни разу, кстати, лося не брал. Ну, черная коза. Апофеозная коза, щедро по отношению. Жертвуй ею и получишь три капли крови. Да и за одну козу ты получаешь три капли крови. Интересно, они остаются на следующий ход или нет? Итак, резчица по дереву. Выбирай. Почему я не мог прочитать про них? Ну, ладно. Во-первых, тотем собран. Существа типа псовые получат символ много жизней. То есть мне стоит разложить волка, и я его могу доить бесконечно. Так я понимаю. Если получится его разложить. Загляни в справочник. Жаба и так далее. Жаба. Так, вот. Загляни в справочник. Это будет перемещаться. Так, я правильно понял, что я могу сейчас тыкать волка? О, коза, кстати. Допустим. Неплохо. Сейчас идет получше. А загляни в справочник, он говорит. 2, 7, 3. 2, 7, 3. Хорошо сработало. Я получил клоповонючку и ачивку за него. Никогда не вылезу из этого склепа. Ты не видел, ты не видел, горностая малорослого волка. Это безумие должно прекратиться. Убери это. Ключ. Ключ от сундука. Охренеть. Что-то тут я пока что не очень понимаю. Как это должно работать. Так, хорошо. Так, подожди. Раз-два. Раз-два на основе чего? Я так и не понял чертового принципа. Ну ладно, сцинк. Я забыл, что положил его тут атаки быть. Можно добавить его в свою колоду. Время, ремень, я буду тебе его вручать. Этот не двигается, к сожалению. Я без понятия как это работает. Серьезно, методом научного тыка просто. Только что. Как? Что? Хорошо, рабочий муравей. Сейчас. Эти муравьи существа опасны. Таки быть я добавлю их в твою колоду. Грядущий соискатель тоже их получит. А там, там типа два муравья бы. Ох ты ж. Ох ты ж. Даже не спрашивайте. Волк в клетке, шесть жизней и две капли крови. Ух ты ж. Серьезно, красивая яйца. Ух ты ж. Два. Два. Вот эти две не шевелятся. Тут я выше двух ничего получить не могу, к сожалению. Короче, не знаю. Три из четырех я открыл каким-то образом, но... Это трындец. Я так и не понял логики, по которой оно, к сожалению, открывается, поэтому... Но хорошо, по крайней мере, мы продвинулись с загадками. У меня шкурки, что надо. Первую дарю. Так, это на четыре волчьи шкуры. Я так и не понял, что они делают, честно говоря. Извините, ребят. Напишите, кто знает, в комментах насчет шкурок. Так. Давайте, наверное, сюда. Возьму себе кости. Теперь сюда. Тут у нас файт с тотемом. Все, что будет двигаться, оно будет двигаться вправо. И ты тут. А, наш друг меня освободил. А, вообще-то, это как... Я объяснил, где тебя найти. Так, у тебя есть план? Где тут рядом еще один наш друг? Ты что, издев... Я бы не назвал его другом. Видимо, другого выхода у нас нет. Ну, вот, как бы, зачем мне кроличья шкурка? Ты две кости стоишь. Не дай мне умереть. Посмотрим. Так. Клопанечка за две кости идет. Жаба. А ты что делаешь? Вонючка. Эта карта с этим символом отнимает существа напротив, в одну единицу силы. Хе-хе-хе. Эммм. Ну, он его ударит сейчас. А, вы поменяли направление просто? Апоссум. Апоссума я могу себе позволить. Так, мне надо как-то того волка убить. Альфа. Четыре кости, но у меня столько нету. Шкурка я пока просто прикрылся. Дойный волк. Я возьму эту белку. Три кости у меня, да? Нельзя, да. Ох, коза. Хорошо. В этот раз вытащили. Апоссум. Гриф индейка. Смертоносный гриф. Небесный тиран. На самом деле, 3,3 за 8 костей. Правда, до хрена. Еще один альфа. Но альфа у меня есть. Давайте я грифы возьму. На костре нам надо сейчас будет кого-то прокачать. Силу. Значит, один атаки мне добавит, да? Только не это. Кого бы мне качнуть? Кого бы мне качнуть? Может, жабу, кстати. С жабы... Блин, жаль, что я... Я уже пожалел об этом. Да, то, что я потратил IT. Сейчас на битве с... Каждая битва с боссами, это игра про твои смекалки. С одной свечой ты либо победишь, либо погибнешь. Нормально, блин. Бойся, ты можешь взять себе. То есть... А нафиг? Серьезно? То есть у меня будет одна жизнь, а у босса две? Дым даст мне четыре кости? На грифон у меня надо восемь. А как, когда я могу... Четыре кости я могу сразу получить? Муравьиная матка. Рабочий муравей. Когда она стала появляться карта с этими символами, ее параметры равняются количеству муравьев на стороне ее владельца. А за восемь я могу поставить себе грифонтия. А за восемь я могу поставить себе грифонтия. Грифонтия. Ну и все, поехали. Так... Грифон выживет, кстати. Что-то я какую-то фигню делаю, да? Давайте картишкам золото. Так... Давайте картишкам золото. Как мне его активировать, этот чертов татем? Пос. Я очень рад, что на доске нет места для этой карты, а... Альфыч. Альфыч я могу поставить. О, он его сейчас убьет, да. Так, получи еще две кости. Опять... На Цельсия намола. В смысле, на Цельсия я тут выжить как бы пытаюсь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Хрен с тобой, давай вот это. Мне нужна белка. Белки у меня нет. А вот и белка. Эх, гадство мое. Ну... Случайно так получилось абсолютно, что пахнет мисопосом. Парыши червей, че, блин? Трупов здесь предостаточно. Я сейчас просу. Так... А ты... Ты кто такой вообще? Трупоед, если ваше существо погибает в бою, карта с этим символом автоматически встает на его место. ... ... Здесь нужно два... Молча шкура подожди бобр курва 4 шкуру ставим сюда нет не уверена жаба жаба 2 бобр плотный плотинный мастер когда он из кипа леса карта с этим всем на пустых соседних ячейках образуется плотина плотина с силой 0 с дороги 2 выпиваем этих ребят так странно почему я не могу вспомнить его имя кажется я частично потеряла память во время вспышки так я могу поставить бесплатно мне костей очень много сценк ладно я смог победить старателя все таки это возможно если неплохое стечение обстоятельств а к такой все таки это возможно хорошо взорки мне зажечь твои свечи я тебя пока не убью за чучку за майнара дали ты первая за долгое время кому удалось справиться с боссом в качестве наград тебе разрешается выбрать редкую карту выбирай судьбу святой бог богомолов идеальное воплощение ужаса у меня нет слов чтобы описать эту ошибку природы длинный олень грязный одичавший хряк впадает в бешенство когда звенят его колокольчики хе 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 карта с этим символом атакует ячейки перед собой и по диагонали слева справа ну что ж прикосновение смерти когда карта с этим символом носят обидчику урон тот сразу погибает бегун в конце входа передвигается так панамарь когда мы доскипали с карт с этим символом на пустых соседних ячейках образуются колокольчики колокольчики силы 1 на здоровье на самом деле я бы взял наверное богомола ну то есть у него получается три урона по трем ячейкам мне еще нравится длинный олень но я наверное возьму все таки бог богомола удары кирки старателя все еще гремели в ушах но ты продолжила свой путь ммм молодушек всем пакета а 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 и а и и а